Приветствую, командиры, с вами Blackwing. Два, а то и три годика назад я делал первый взгляд на мод Mental Omega, для игры Command & Conquer Retailer 2, Yuri's Revenge, или, если по-русски, командуете, побеждай, красная угроза, 2, месть, Юрия. И всё это время первый взгляд на мод версии 3.3.3, по-моему, если мне не ошибла память, или же 3.3.4, не вылезал из топа трёх моих самых просматриваемых видеостов, почти буквально намекала, а точнее даже практически говорила мне прямым текстом, Black, снимай прохождение, снимай продолжение, мы его ждём. Да и некоторые презентаторы тоже, в принципе, оставляли такую заявку. Но на тот момент не релизнули финальные миссии, а я предпочитаю играть практически во всё законченное, чтобы не качать потом гигабайты, учитывая современные нюансы всяких патчей и так далее и тому подобное. Так вот, на тот момент не релизнули финальные миссии и технические возможности у меня были на том же самом уровне, буду откровенен, на каком и сейчас. Единственное, что я сделал, это просто сменил Bandicam на OBS, и теперь, собственно, меня слышно более покачественнее. Так вот, сейчас у меня находится доступ к персональному компьютеру, пусть он и немой, пусть он и не такой мощный, как мне хотелось бы, поскольку он почти ровесник по его дирижабле, но тем не менее он всё-таки помощнее, чем он, и может снимать менталку без какого-либо дискомфорта, поскольку если я пытаюсь снимать на дирижабле, то начинает твориться такая же лютейшая дичь, как и в сюжете, то есть рывки, тормоза и так далее и тому подобное. Поэтому снимаю я менталку исключительно на ПК. С ОБС, конечно же, который я всё-таки ещё не до конца освоил, но я надеюсь, что всё видно прекрасно будет, и мне не придётся перестимать такую-либо серию. Я хочу предупредить сразу о двух вещах. Во-первых, во всём прохождении может присутствовать мат, потому что мод не самый простой, я предпочитаю играть на среднем уровне сложности, поскольку лично для меня он призван сбалансировать возможности игрока и сюжет. То есть ты не просто так вот бездумно проходишь и изучаешь сюжет, а или же не просто оттачиваешь свои киберспортивные навыки, а ты одновременно делаешь то и другое вместе. И, во-вторых, всех тех, кто побеждает мировых корейских чемпионов РТС по типу StarCraft, WarCraft, металки и так далее и тому подобное. Лишь одним движением своей ресницы я попрошу лучше не открывать этот твой лист с этим прохождением, потому что, буду откровенен, мой микроконтроль, моё понимание игры, точнее, жанра РТС в целом, состоит только в том, что я все свои года, в которые я играю игры, играл только с ботами, и чисто сюжеты. С реальными людьми я практически не играл, поэтому с микроконтролем и так далее и тому подобное это больше к тем, кто у нас достаточно долго играет в такие игры. Ну, можете, конечно, указывать мне на мои недостатки, но давайте проявлять уважение и делать это всё вежливо. Итак, я полазил по интернету и восстановил хронологическую последовательность миссии, которые мы будем проходить. Вообще, в эту хронологию входит как специальные операции, так и кооперативные миссии, но поскольку мне никогда не удавалось ни с кем поиграть, у меня не было друзей, которые играли в игры, а если они были, то они играли в штучки такие, в штучки компьютерные, то я не мог ни с кем поиграть. И, собственно, сейчас мне тоже не с кем будет проходить, здесь самые кооперативы, тем более, что, скорее всего, они у меня просто не запутятся. Поэтому будут у нас небольшие такие сюжетные логические дырышки. Но спецоперации и хронологический порядок миссий, неважно за какой сторон конфликта, я буду соблюдать. И всё у нас начинается не с первой миссии Эпсила, как было в первом гляде, а ещё задолго до этого была спецоперация Советов под названием Архетип, которую мы сегодня и пройдём. Зарезкий Союз, спецоперация Архетип. Вместо Восточная Украина. Итак, я воздержусь от всех этих комментариев, я очень призываю вас тоже удержаться, не хейте театров мода, поскольку этот мод был задуман и создавался ещё до всех этих событий, и он был закончен ещё до этих событий, поэтому не надо связывать то, что сейчас происходит. Буду надеюсь, что всё наладится. Так вот, брифинг я буду вам зачитывать в самом начале, если вам лень можете промотать, но брифинг я всё равно скопирую в описании под видео, поэтому сможете, если что, перечитать его сами. Описание Лисии. Через 10 лет мир содрогнётся от ещё одной кровопролитной войны. А пока отношение русского народа к войскам Альянса, оккупировавшим территорию Союза после смерти Сталина, становится всё хуже. Два опытных бойца советской армии прибывают к месту расположения американских лабораторий на Украине, персонал которых уже начал Эвэпланус. Наша задача — найти советский технологический центр и проникнуть внутрь, и доставить полученный груз в указанное место. Ещё раз говорю, спецоперация советов, архитип, уровень сложности средний. Поехали! Брифинг ещё раз повторяю, я зачитаю, так что ждём, пока у нас загрузится эта самая миссия. Вообще, сохранился вот этот дух оригинальной Red Alert 2, то есть вот эти вот карты. И в то же самое время вот это увеличение очень напоминает мне карту из Red Alert 1. Так, за 10 лет до войны. В ходе прошедшей войны нам пришлось уничтожить Волкова, который вышел в своё новенье. Наши войска потерпели поражение, поэтому мы не смогли его выжить, его тело и тело Ческова из Испании. Теперь Альянс покидает Восточную Европу, и их базы данных стали более уязвимыми. Есть слухи, что одна из их обособленных дивизий всё ещё хранит данные о телах наших гиборков. Так, во-первых, не всегда будет возможность читать то, что вылезает у меня в левом верхнем углу экрана, поэтому, если что, ставьте на паузу и прочитывайте это сами, потому что иногда творящаяся на экране дичь будет вообще не до этого. Есть информация о прототипе робота, сконструированном на основе корпуса Ческова. Он патрулирует на крысле, но если вы уничтожите, американцев поднимут тревогу, так что лучше избегать встречи. Так что, если что, ставьте на паузу и пересчитывайте сами. Я буду надеяться, что качество вполне позволит это сделать. Брифинг Месси. 20 лет прошло после окончания Второй Великой Войны. Все эти годы разоренный и угнетенный Советский Союз медленно готовился к возвращению на мировую арену. Неизвестно, сколько еще времени потребуется, но когда все будет готово, из маленькой искры мы зажжем пламя грандиозной мировой революции по всему земному шару. Но это в будущем. Сначала необходимо восстановить нашу армию, а для этого нужно вернуть технологию, которую мы потеряли. В предыдущие годы потребуют очень много работы, нам понадобятся оружие и новые союзники. Победив в войне, Альянс отобрал у нас практически все вооружение, оставив только то, чего достаточно для защиты границ. Вместе с этим мы потеряли все наработки в области кибернетики. Казалось, что вернуть их уже не удастся, особенно после того, как Лолков сошел с ума и нам пришлось уничтожить его в Испании. Но было обнаружено, что Альянс хранит данные об этих исследованиях на одной из своих баз на Восточной Украине. Между советским народом и оккупантами нарастает напряжение, и они, похоже, собираются покинуть Восточную территорию и вывести все со своих глаз. Если это произойдет, последний шанс вернуть утраченное, будет потерян. Кто знает, как Альянс применит наши технологии. Мы отправим наших лучших бойцов, Бориса и его ученика Моралиса. Им нельзя быть замеченными, поэтому операция состоится глубокой ночью. Осторожнее, товарищи. Кто знает, какие опасности скрыла темнота. Вообще, я бы сделал вот эти самые брифинги вне отдельной кнопкой и вне игры, чтобы было более понятнее, что у нас будет ожидаться в этой самой нисти. Итак, насколько я помню, технологический центр располагается у нас в рандомной из трех точек, поэтому нам надо будет исследовать их по очереди. Но для начала нам надо будет пройти в северо-восточный угол карты, поскольку там у нас лежат ящики с бонусом, и они нужны будут нашему Борису, который у нас и является главной ударной силой. Штурмовик, автоматчик, и, собственно, он способен дать прикурить даже местным псинам, которые здесь злые, голодные. Ну, понятное дело, что разоренный, угнетенный Советский Союз, так далее, и тому подобное. Вон, одна уже бежит. Моралис, естественно, как профессиональный кинолог угостил пёсика лакомством сахарным. Правда, не рассчитал силу своего броска, и бедный пёсик остался лежать в снегу, но сами виноваты. Так, потихонечку проходим за нашим бонусом. Так, сзади отстреливаем. Я смотрю, здесь у нас тоже какие-то гости. Вообще, Моралис здесь еще не может простреливать здесь народ одной пулей, но, тем не менее, он достаточно у нас достаточно у нас смертоносен. Так, премся дальше. Вот это у нас теория первая точка. Поэтому пошли потихоньку вперед стоять. Не жаримся. Выносим эту старую огнеметную вышку. Вообще, вроде бы, как и говорят, что нас не должны заметить и так далее и тому подобное, но, тем не менее, мы продолжаем шумить и все отстяливается. Спокойнее, чисто и совести. Так, судя по всему, техцентра у нас здесь нет. Да? Да, нет. Я вообще изначально предполагал, что его расположение зависит от сложности, но, может, и нет. Хотя было у меня такое, что на среднем сложности он располагался именно здесь. Хорошо. Пойдем искать его дальше. Так, тихо. Только не сюда. Только не сюда. Только не сюда. Спасибо, что ты именно сюда приперся, козлина такая. Ну, собственно, сами увидели этот самый боевой робот, так что все с вами ясно, все с вами понятно. Ну, первая миссия, провал, естественно. И по звуку не совсем понятно, где он может находиться. Я-то предполагал, что он где-то левее бегает, а он забежал правее. Скотина. Ну, бывает, бывает такое, бывает. Не сразу понимаешь, где противник, так что будем считать, будем считать, что мы немножечко послеповато сощурились. Так. Пошли за... Так, давай-ка все-таки сделаю так, чтобы Борис разговаривал. Потому что... Потому что морали все-таки как-то больше орет. Все, отлично, прекрасно. Теперь продолжаем действовать так, как и действовали. То есть, мы премся за бонусом. И затем очень аккуратненько начинаем обходить те самые точки. что я могу сделать. Это не то, что я могу сделать. Да, жаль, что этого робота не уничтожен. Насколько я вижу, он смахивает на террор дрона. отстреливаем бегающую шоуру, купленную на Казанском вокзале три года назад и благополучно забыть ее. Идем дальше. так вот, этот самый робот очень похож на террор дрона. Наших советских друзей, поэтому надо очень аккуратно с этим обращаться. Так, сейчас мы отстрелим вот этих гостей непрошенных. Он, кстати, бегает где-то слышно. отбираем то, что нам нужно. Убежал. Так, отлично, идем дальше. Вот, я же говорил, что я не могу успевать реагировать, а при этом надо еще умудряться и комментировать это все. Стоять. Моразит эти все, все, отлично. Борис, правда, протанковал два выстрела, а не один как должен был. Хреновый у него ученик прикрывает, но ладно, будем считать, что это Энакин и Оби-Ван Кеноби. Моралес вроде Энакина, а вот Моралес у нас в роли Оби-Вана. И вот, кстати, этот самый техцентр. Кто там меня подстреливает? Так, ладно, Моралес, давай, заходи-ка вовнутрь, сейчас посмотрим. Задача выполнена. И что нам теперь делать? Старый советский техцентр. Они хранят здесь не данные, это тела Волкова-Ческова, тела погруженных КамАЗ, моральше придется везти грузовик, а Борис будет его охранять. Это единственное место, который может быть безопасно везти грузовик. везти грузовиком. Ну, в принципе, нормально. Так, наш грузовичок на вторую, на вторую группу, а Борис у нас по-прежнему остается первой. Тем более, что он наш штурмовик, он нас может везти, что только можно. Вся база поднята по тревоге, что-то происходит. Беспорядок вызов-то еще. Они выключили кеслокатушки. Опять, что ли, электрик забухал, вышел на работу и отрубился проводами? Так получается? Ну, бывает, бывает такое. Когда забухал, но на работу-то надо. Так, от артерии мы отходим. Так, здесь осматриваем всю нашу, все наши окрестности. Идем дальше. Нам надо в северо-западный угол карты, поэтому с этим-то надо бы очень аккуратненько не перехватить переговоры пилота только что протившего самолетной наземной группировки Арианса. Они сбрасывают четырех снайперов. Факт. Снайперы вещь неприятная. Сморальц может устранить их с безопасного расстояния, но Борису не следует упасть на пуль, при необходимости прячьтесь на сторожевых вышках. Короче, понятно, при необходимости Борис получает пулю, Моралис выскакивает и выстреливает платы. Стоять! Немножко не так кнопка, но тем не менее мы справляемся пока что. Главное, опять не перебудать ничего. так, что у нас здесь видно? Здесь нихрена не видно, но мы можем проходить мимо. Я смотрю, здесь какие-то подчинения пошли. То есть здесь войска Юраса. Либо я что-то путаю. Так, осматриваем территорию, сильно не торопимся. Снайпера никакого я здесь не вижу. Так, нам надо защищать этот КамАЗ. Потому что если вдруг КамАЗ уничтожат, вот миссия тогда тут точно будет провальная. Это что еще такое? Тащи сюда. Что там такое умное? Не надо. Не трогайте отечественный автоваз, пожалуйста. Это КамАЗ отечественный не являлся, насколько я помню. Так, продолжаем проползать дальше. Сейчас уничтожим еще этот танк. Борис настолько крут, что он даже танки сносит. я учитываю, что мы еще под усилителями. Давай, 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 шевели батонами, пока ребята там заняты. Мы с чистой совестью можем здесь все обследовать и всех перестрелять. Так, в окрестностях у нас самое настоящее ровным счетом ни хрена. Ну, в принципе, как в моем кошельке. Вроде и много места, а вроде и ни хрена и нет. Так, ладно, вот, мы добрались на место. Теперь отправляем грузовик. Ну, отлично, дальше Моралис проедет один и встретиться с остальными. А что, а Борис, а, 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 заберите. Ребята, Борис, Борис, ты что, проезд не заплатил? Запрыгивай. Альянс отправил еще отряд за разыгрышом. Борис должен сейчас отвлекать неприятелей. А, понятно, пять минут просто продержаться и бегать от всех, от кого только бегает снайпер. Будьте прилияние осторожны, как минимум, один снайпер все еще ищет вас. Без Моралис вам придется максимально использовать торжевые лужки и камеры. Какие нахрен камеры? Не знаю, про какие камеры вы говорите, Борис вроде как-то технологически продвинутый. Кстати, нашли снайпера. О, он, кстати, снайпер. Отлично, снайпера мы вынесли. Теперь мигом отсюда нафиг бегаем, бегаем, бегаем. Наша задача просто пока что... Кстати, а вы друг друга пинать не собираетесь, да? Ладно, не вопрос. Наша задача пока что бегать от всего, что только бегается. Поскольку нам главное сейчас бегать. Так, вот это несчастное вынести отсюда. Здесь осмотреть количество систем. Здесь никого нету, бежим обратно. Хорошо, нету никаких мин и все, как он тут. мальчик доберется до союзников через две с половиной минуты. То есть половину срока мы уже отмотали. Выносим эти автомобили. Тихо, никто меня не дает. Ой. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Самое главное без каких-либо танков и все в таком духе. Точнее, танки-то еще ладно. Без снайперов. Вот это облава. Мать твою, только не снайпер, только не снайпер, только не снайпер. Давай, нам осталось одна минута, бежим. Я выжжу. Я обязательно выжжу, я не хочу переигрывать эту миссию. Пошли к черту. Вот это толпа, вот это я понимаю. Так, вот еще одни руины какой-то лаборатории, здесь опять кто без нас покуролесил. Пошли в задницу. Мать вашу, я вам не пенсионный фонд, отвалите. Бабки. Не дам я вам этот сахар. Все, и не тебя. Все. Безопасность мораль за игру загарантирована. Борис покидает район. А тут волк. Чицкой вернулся к нам, наша победа будет лишь вопросом времени. Ну вот и все. Вот так вот мы и... Рекорд 16 минут, а ваше время детьми. Результат сражения. Новые советские герои Борис и Моралес успешно вернули тела старых кибер-человека Волкова и его пса Чицкого. Если мы сможем их оживить, то продвинемся на шаг ближе к реваншу перед Альянсом. Победа будет нашей. 67 бойцов противника мы убили, в конце было весело. Ну и на этом все. Поскольку мы снимаем уже 20 минут, да, можно, конечно, перейти к следующей миссии, но лично для меня пока это все. Будем проходить и выкладывать, естественно, все в хронологическом порядке. Несмотря на первое поражение, мы все-таки смогли пройти эту миссию, и я надеюсь, что она вам понравилась и зашла. С вами был Блэкинг, увидимся в следующих боях, командиры. До связи!